Кто мои записи читает? Сакральные, а? Нравится читать? Тоже, скажи, надо тренировать интеллект и всё остальное. Всем привет! Как у вас дела? Как настроение? У нас всё нормально. Сейчас у нас 10-19 утра. Готовлю борщ и завтракаю, заодно пью кофе. Я готовлю в одной кастрюле борщ и мяско коту готовлю. Целую ножку отвариваю. Как вы заметили, я сделала стрижку себе. Вы мне пишите, вам пора сделать стрижку. Я такая читаю комментарии, думаю, да-да, пора. Сделала уже 2 недели назад, поэтому уже вперёд вас. Стрижка называется у меня Пикси. Но почему? Я хотела отращивать волосы, невозможно. У нас в этом году такая жара. Сейчас уже вот в это время 35 на градуснике. Хотя на солнце, но всё равно уже чувствуется жарко. Я даже окно прикрыла, чтобы солнце не так нагревало помещение. Ну вот и сделала. Такую стрижечку. Ну, я знаю, как выглядит Пикси. В интернете смотрела, она по-разному стрижётся. Есть вообще коротко всё выстригается. Но я не люблю сильно-сильно прям вот лысый подбородок, лысый затылок. Поэтому мне сделали вот так, более умеренно. Говорю, ладно, стригите, ну, чтобы волосы оставались. Повернусь. Вот видите, такие коротенькие здесь, как бы немножечко пышненько, объёмчик такой. Причём, ну, я сильно сама себе не умею укладывать. Никогда я не умела. Купила воск для укладки. Мне тоже посоветовал мастер. Не воск даже, а паста. Я потом покажу, мне понравилось. Я вот укладку делаю. И причём, два раза в неделю мою голову. И мне хватает вот этой укладки, и всё. Утром встала, если там где-то от укладочных средств вот так вот стоит, я просто расчесала расчёточкой, взбила руками. Ну, приложила, если надо куда-то выйти, там, нормальный вид сделать, всё. Ничего, ничего куши не делаю. Ну, как-то вот так вот выглядит. Ну, в принципе, мне нравится нормально. Можно за ушки сделать, если жарко. Можно и вот так, модняцко, вот так вытянуть. В пикси вот чёлочка должна быть прямой. Но мне сильно прямо не нравится. Здесь макушка взбитая, здесь вот прямо, тут как-нибудь за ушко. Ну, в общем, вот так. Всё нормально. Тут получается. Мне нравится. Продолжаю готовить борщ. Сейчас буду забрасывать картошечку. Знаете, как я делаю? Наливаю небольшое количество бульона туда, сразу лук сырой порезанный и натертой моркови, свёклу и ложку полной томатной пасты. Прям забухиваю и всё у меня протушивается в бульоне. Многие мне писали, ну, я тоже как-то что-то делала такое, что вместе с кислотой готовила овощи. Пишут, что кислота действует на овощи так, что они долго развариваются, становятся как бы, ну, такими жёсткими, ничего подобного. Имеет место быть, конечно, если вот уксусная кислота, лимонная кислота, да, они как-то не дают развариваться овощам. Но вот помидорная кислота, нифига, подобного ничего не действует. 20 минут у меня под крышкой прокипело, все овощи мягкие, что свёкла, что морковь. И причём цвет свёкольный, посмотрите, какой насыщенный, ничего не вываривается. Теперь я картофель забрасываю сюда и жду, пока всё это дело закипит. Проварится минут, может быть, не знаю, 10, чтобы картофель такой мягенький был. Капусту я потом забрасываю. Почему? Потому что вот эта капуста, она свежего рожая, очень быстро становится мягкой. Поэтому я вот в таком порядке. Ну, все готовят в разных порядках. Мне нравится такой борщ, получается насыщенный, очень вкусный. И причём в конце, даже если я добавляю томатную пасту, всё равно немножко по вкусу своему добавляю лимонной кислоты для кислости. Вот если готовлю с свежей капустой. А если капуста квашеная, то кислоту можно не добавлять. Ну, на вкус пробую, если мне не хватает кислинки, добавляю. У меня тут, конечно, непорядок кухонный, но это нормальное явление. Сейчас борщик доварю и дальше будут дела. Ну, что мы делаем, да? Оно из дня в день, готовка, там ещё какие-то дела. Так что вот так. Пока у меня тут готовится, пойду котиков кормить и кошечек. Они там у нас напротив дома живут, в подвале. Они не видно. Их там много бывает. Соберутся и лежат, отдыхают на солнышке. Люди ходят, кормят их. Я вот мясо собираю, косточки там немножечко оставляю. Вот есть, там мяско есть хорошее. Почти каждый день, через день хожу, чтобы оно не застаивалось. Мясо свежее. И туда им кладу и водички. Сейчас пойду, там жарко, есть вода, нет воды. Вот, потихонечку мне надо выйти, чтобы за мной не побежал кот. Кто на улицу просит. Не успела удрать, он уже всё, услышал замок. Вот так вот, стоит даже подойти в шкаф, начать краситься, наводить мерафет. Прибегает, садится и ждёт, чтобы сводили. Ну, Тим, я даже не знаю ещё. Нет, я сейчас сначала отнесу, а потом с ним придётся прогуляться, потому что он может, как бы, воспринимать их неадекватно. Ладно, Тим, я пошла. Подожди меня две минутки, я приду и тебя возьму. Ты обижаешься на меня, да? Говоришь, что меня не повела? Пришла, надо же мне посмотреть, что у меня тут готовится. Ты ждёшь, чтобы я тебя понесла, да? Да? Ты со мной разговариваешь, говорю, ну что ты, веди меня на улицу, на прогулку. Да? На улицу хочешь? Пойдём на улицу сейчас, да? Пойдёшь на улицу? А, Тим, пойдёшь на улицу? Вот как мы с ним разговариваем. Так, сейчас, Тим, сейчас, 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 посмотрю. Мясо твоё готово, можно отключить. Супчик ещё варится, пусть кипит, томится. Закрывать я не буду, на слабом огне. Ладно, пойдём. Он уже, он направляется. Сам ведёт меня. Ну ладно, пошли гулять, пошли, пошли, разобещала. Куда ты там? Кого увидел? Кого увидел, хвост растушил? А? О, 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 ворона идёт, ворона. Я тут сижу на скамеечке. У нас же ореща такая. Загорать можно. Тима ходит в поле зрения. Вот я сижу на лавочке здесь, и он находится на той территории, чтобы ему, именно ему было видно. Дальше не уходит. Если не видно, он уже поворачивает, идёт назад. Ну, просто так вот он приучен, поэтому я его без опаски отпускаю. Если он видит, что кто-то идёт, он не убегает резко, куда-то там, не заскакивает на деревья, не прячется. Он просто сидит и так к земле расприжмётся и ждёт, пока человек там пройдёт или птица пролетит. Вот видите, там вот кругом походил, и теперь назад идёт, чтобы рядышком был. Да? Нагулялся чуть-чуть и... Рассказать что-то пришёл. Прогулку сделал, кружочек накрутил. Да? Вот так мы и гуляем вместе. В этом году столько комаров. Комары вроде немножко уменьшились, теперь мошки появились. Комары. Красота. Любитель лазать по деревьям. Как ему это нравится. Когти, как у медведя. вот такие у нас лесные прогулки по деревьям во дворе сейчас немножко нанюхается на сидится и будет сам слазить ищешь назад дорогу ну давай вот здесь ты же видишь тут ветки широкие давай сюда иди вот сюда вот с этой стороны наоборот ухти какой первопроходец вот-вот-вот молодчина давай пойдем молодец молодец ну хватит уже не нравится запах веток для ножки прям глаза лезут вот так вот так молодец ой давай 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 задом можешь повернуть неудобно давай 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 молодец 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 опыте все борщик сварился добавила кислин очки лучок прокипела минут просто вкуснятинка смотрите как он густой я люблю вот когда борщ густой прям аж ложка стоит много добавляю капусты и овощей ну кастрюльку мне на 2 литра все еще закроем со смиранкой потом обалденно вкусный пусть немножечко еще настаивается устью тима с прогулки пришел под кровать забрался спать пришла из магазина ашан покажу что купила сначала по мелочам гремлю в общем мне надо было губки вот такие покупаю классические универсальные пять штук 32 рубля мне писали что они очень вредные мыть посуду но я не знаю тряпочками и различными другими средствами не могу вот как привыкли уже губками все нравится палочки бамбуковые очень долго играющий вот именно из бамбука когда вот они так плестят покрытые и чем не она понравилась но такая заостренная удобно будет причем она одна висела я так посмотрела 60 рублей по думаю возьму надо было мне срочно солонки именно для перца и для соли у меня были стеклянные вот это тоже стеклянная и удобная крышечка вот это крышечка была железно не железно металлическая и вот со времени их все равно можешь они тоже ржавеют и вот трещат закручиваешь выкручиваешь они скрипят я взяла выбросила и даже стекляшки эти выбросила а вот это очень удобно этот наверное не знаю как материал пластика или какой-то и дырочки широкие и формочка такая приятная как раз под цвет такой оливковый подкупе две штучки 50 рублей 1 стоит ну и самое главное что я приобрела называется казан с крышкой сковородой цена вот этой прелести 1800 вот так объем 5 литров и причем знаете он такой легкий вот я показывала обзор сковороды свои блинницы блинной сковороды и это она похожа и даже цвет такой же и качество я думаю такой же но фирмы разные сковорода была по моему традиция а это вот такая видите вот это вот фирма написано литой алюминий сделано в россии но прочитаю прочное антипригарное покрытие устойчиво к царапинам не содержит вредных веществ составе ну написать все можно конечно литой алюминий и утолщенное дно позволяют посуде равномерно нагреваться и сохранять правильную температуру во время приготовления пищи значит моется используется на всех плитах кроме индукционной можно мыть посудомоечной машине я зачитываю потому что многие вот когда обзор делаешь спрашивают говорят из чего сделано что как-то все подробно хотите знать да в общем произведено в россии это московская область гарантийные 12 месяцев мне понравилось что из-за легкости груди и гладенько не гладенько мне нравится когда сковороды здесь нет металлической поверхности можно все счищать и нету такого нагара вот что нравится но это конечно для типа гриля можно шаурму сюда сделать либо вот какие-нибудь мяско так раз раз быстренько поджарить даже вот на сухой вот крышки это здесь нету вот это уже не будешь да я уже посмотрел у меня есть крышечка хотела купить крышку но подходит мне нравятся крышечки вот которая без металлического ободка сейчас одни полностью такие стеклянные не было размера вот это подойдет на первое время найду еще а вот сюда немножко не подходит вот буду пробовать тестировать потом конечно покажу расскажу как это все выглядит нравится что по легкости классно и масло еще взяла масло слобода не знаю я первый раз дела масло слобода покупаю всегда масло злато она мне очень нравится не было попробую вот это короче около сотни где-то стоит так 90 с чем-то так что вот такой влог всем желаю самого доброго настроения прекрасного всех благ и все-все хорошего пора все-все хорошего пора